Добрый день! Сегодня у нас обзор журнала Автомир, номер 17, 4 августа 2017 года. Общий номер, ну ладно, общий так общий номер. Вот такой вот, 865, а также стоил 18 гривен и приятного просмотра. Первый тест Nissan Qashqai. Обновленный кроссовер удивил тишиной и комфортом. Тест, ну и мини-тест, мини-контримен из мини в Макси. Также мини-тесты разные, спорты, спорт какая-то, рубрика, не знаю, мне она неинтересна. Авторын, бывший авторынок, ну а теперь запас с прочности, Тойота Королла с 2013 по новое время, по нынешнее. Актуально, ну не обращайте внимания, актуальная тема, а ты боялся, как побороть страхи начинающего водителя. Содержание, слово редактора, главный конченый редактор Артем Киселев. Новости. Подиум, ну или автомобиль недели, DS7 Crossback. Вот такой вот красавец. Вот такую вот переднюю часть. Гидравлика на благо комфорта от Citroen C5 Aircross. Тест, салон, также салон Citroen. Тест-драйв, ну или первое знакомство. Хотя тут написано странный первый тест, но почему-то тест-драйв они все-таки написали, странный очень. Первое знакомство Nissan Qashqai. Вот такой вот Nissan, вот такой вот салон. Такая фара, такая задняя фара. Зеркало заднего вида, ну печка, кондиционер, мультимедиа. Это у нас вариатор. Такой вот, вроде бы. Задняя часть, плюсы и минусы, а также передняя часть. И выводы. Тут до сих, мне не очень ясно, ведь же в российском это первое. Не мини-тест, значит, а первое знакомство. Рено Калеус. Такого вот Рено Калеус. Вот такая картинка есть. Технические данные. Размеры. Вот такая вот картинка. Такая картинка. Второй ряд сидений. Вариантов много, вот разных цветов. Цветов мультимедии. Задняя часть. Выводы. Это главный редактор русского журнала Автомир. И также багажный отсек. Мини-тест. Мини-контримен. Технические данные. Сама мини. Салон. Движок. Задняя часть. Палатку можно наверх прицепить. Второй ряд сидений. А также багажный отсек. Ну, так вот это выглядит. Мини-тест. Пежо 308. Давайте я открою. Это как-то жарко. Плюс 40 у нас на солнце. Ну, это... Это неадекватно. Мне такая погода не нравится. Вот такой вот салон. Выводы есть. Передняя часть. Технические данные. Кнопка старт. Вместо ключа зажигания. Я так понимаю. Мини-тест. BMW 530D. Ну, или... BMW... Какой серии? Седьмой вроде. Или третий. Что-то не могу припомнить. Или пятый. Стоит вроде пятой серии, да? Ну, да. Пятой серии. Вот. Первая цифра 5. Иначе правильно. Такая обеха. Технические данные. Салон. Автомат. Мультимедиа. Ну, и вообще приборная панель. Также задняя стойка. Ну, как стойка. Так, короче, такая приборная панель для задних пассажиров. Обивка сидений. Багажный отсек. И выводы. Мини-тест. Audi SQ5. Вот такая Audi. Вот такая задняя часть. Вот такой вот салон. Вот такие технические данные. А также мультимедиа. Выводы. Плюсы и минусы. Авторынок. Ну, или запас прочности. Toyota Corolla. С 2013 года. Ну, давайте мы посмотрим историю модели. Первая. Не первая. Toyota Corolla девятого поколения. Выпускалась с 2000 по 2006 годы. Toyota Corolla десятого поколения. Выпускалась с 2006 по 2013 годы. Также Toyota Corolla, которых у нас очень много в такси. Напишите в комментариях. У вас много таких Toyota Corolla таксистов? У нас с валом. Секрет популярности. Первое знакомство. Toyota Corolla. Такие звери, это круто. Такая вот Toyota. Салон современный. Хорошая машинка. Мне нравится. С 2013 по нынешнее время. Ну, это... Ну, как по нынешнее? С 2013 по 2019 годы она выпускалась. Уже вышла Toyota Corolla 12 поколения. Вот такая боковая часть. Салон. Обивка сидений. Задняя часть. Салон. Вариант... Есть коробка передач. Ну, точнее, механическая коробка передач. И вариатор. Вот. Шестиступенчатая механика или вариатор. Путешествие. Райский остров. Мавритий. Мавритий. Ну, ладно. Никогда не слышал. Актуальная тема. А ты боялся? Ну, типа, как побороть страхи начинающего водителя. Какая-то спорт рубрика. А, ну и анонс. Читайте в следующих номерах. Jeep Compass. Выбираем поддержанный. Актуальная тема. Первые знакомства Ford Fiesta. Мини-тест Nissan GTR. И автомобиль недели Audi A8. Ну, на этом уже и все.